На Цветном Бульваре состоялась премьера. Наш корреспондент побывал в цирке за два часа до начала представления. Мюзикл в цирке. Это, наверное, всё равно, что сказка в сказке. Все жанры циркового искусства, песни, балет и даже Баба-Яга с Лешим сливаются в единое сказочное шоу. Ну, спектакль получился, судя по отзывам, достаточно красочным товарищем. И мы очень счастливы, что публике это уже нравится. Первые аплодисменты необычный спектакль уже сорвал. Вот как выглядел циркным цветном за пару часов до премьеры. Среди артистов, готовящихся разыграть на манеже зрелищную сказку, привлекал внимание 12-летний Кирилл Иванов. В сказке он уже давно не верит, потому как считает себя взрослым самостоятельным человеком. В мюзикле же он играет ковбоя, белку-мутанта и петрушку. И это для него просто работает. Самая заветная мечта этого ребенка... Деньги. Я не воспринимаю никогда детей как... Для меня вот самый маленький, допустим, начиная с 4-5 лет, если он разговаривает, то это уже нормальный человек. Вместе с папой Кирилл исполняет акробатические трюки, находясь на спине верблюда, который просто обожает заячью кухню. Шире, 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 шире. В шоу задействованы не только экзотические, но и тряпочные животные. Тех вообще можно не кормить. Костюмерные, где они находятся, это что-то вроде палитры, с помощью которой раскрашивается все действие. Автором же музыкальной окраски мюзикла явился Владимир Пресняков, старший. Впрочем, уместно ли говорить о возрасте, будучи в цирке? Все дети становятся все детьми в цирке. Андрей Картавцев, Олег Никифоров, ОРТ Субтитры создавал DimaTorzok